мои дорогие всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня разбираем книгу под названием рождения венеры автор сара дюнан я проглатывала эти страницы я читал как интересно как интересно что будет дальше очень он легкий он знаете не из разряда что я сейчас миллион цитат из него выпишу как он на меня повлиял какие-то фразы в книге в этой практически 500 страниц давайте так спойлер краткий пересказ и кто вообще хочет так скажем перемотайте я выделю по таймлайну чтобы вы понимали там какие фрагменты вам не нужно слушать дальше я буду рассказывать в чем это книга классная какие она затрагивает моменты но в целом история молодая девушка 14-летняя из обеспеченной семьи события происходят 1500 годы значит девушка в принципе не наделена какой-то особой красотой но зато далеко не обделена умом и талантом у нее очень острый ум она начитанная она разбирается в поэзии в искусстве у нее есть два старших брата старшая сестра мать и отец у него бизнес он занимается тканями события происходят во флоренции в 1500 год значит события начинают развиваться в тот момент когда у девушки подходит возраст начинаются месячные и значит она готова выйти замуж замуж она не хочет у нее роман с искусством в то время девушкам нельзя было заниматься искусством писать картины это было не женское дело когда она понимает что выйти замуж для нее неизбежность она говорит своей матушке ну пожалуйста найдите мне хотя бы такого мужа который будет понимать как-то и разделять мои какие-то жизненные принципы и интересы она говорит я тебе не обещаю вряд ли то есть тогда в те времена умная женщина с острым умом такая неукротимая это очень странный и опасный персонаж так вот в итоге ее выдают замуж она выходит за человека который вроде как нормальный все с ним хорошо который как бы она думает должен ее понимать первая брачная ночь прошла далеко не так как она себе представляла и фантазировала достаточно странно она прошла и после нее она узнала от своего супруга уже что он гей а ба 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 на тот момент это очень сильно каралась смертная казнь перед этим пытки дабы узнать имена она в полном шоке и недоумении но больше кинжал в том что у этого ее нового мужа роман с ее братом и что брат выдал ее замуж за этого мужчину зная что она как бы не хотела замуж она хотела чтобы родители ее отдали в такой классный добрый монастырь в котором как бы все можно в котором нет жестких правил которых ты можешь делать все что ты хочешь в такой монастырь родители отдавать ее не хотели о котором она мечтала и поэтому она понимала что выход замуж как бы неизбежно поскольку брат ее знал что она замуж так по-настоящему уже замуж она не хочет что она хочет рисовать читать заниматься своим саморазвитием и вот так вот и она хочет жить и она вот это все узнает что ее как бы муж который она уже себе нафантазировала муж первая брачная ночь оказывается мало того что геем так еще и в романе с ее родным братом она чувствует себя обманутой она чувствует что ее предали и вот тот вопрос да такой интересный если ты в принципе не хотела выходить замуж то что выбрать как бы обозлиться на всех вокруг что как бы такое с ее жизнью сотворили или принять это по них с мужем был такой договор что я занимаюсь своими делами это как бы прикрытие как сейчас называется жена борода такое сейчас такое тоже понятное дело есть это был брак для его прикрытия перед обществом чтобы как бы вот смотрите у него там дети появятся у него жена молодая все в таком роде он не просил чтобы она держала какую-то верность просто сказал будь благоразумно будь благоразумно это не чуди на людях если что-то делаешь делай так чтобы никто не знал ну как бы так сказать она сказала хорошо он ездил рядом с ее спальней мастерскую где она могла писать картины у нее был свободный вход в библиотеку он сказал распоряжайся пожалуйста домом все что хочешь то и делай я не буду полностью пересказывать весь этот роман весь сюжет я скажу только лишь одну вот я как бы вот основное вам так сказала а что будет дальше вы узнаете там у нее был еще один художник который расписывал часовню родительского дома в которого она влюбилась хоть и сначала даже не поняла что это произошло как тоже развивались их отношения была ли она интересна этому художнику и вообще как замужняя женщина будет развивать весь этот роман и будет что-то вообще между ними вообще вот такая запретная любовь хотя она на эту любовь имеет право интересный легкий он мне очень понравился но темы которые вот затронуты на которые я хочу с вами сегодня поговорить права женщин прорыв феминисток которые да они сделали запрет на то чтобы женщина как-то развивалась рисовала занималась саморазвитием как-то прокачивала свой интеллект конечно же муж гей вот это картина муж брат два гея еще и в доме и как вообще с этим мириться и я еще хочу сказать одно это девушка собственно главная героиня этого романа она глубоко боговерующая девушка она ходит на службу в церковь она соблюдает вот все церковные обычаи то есть понимаете она набожная и в набожной семье то есть вы представляете как она к этому вообще отнеслась для нее это был настолько шок в тот момент когда вот это все описывается с одной стороны девочка вроде как вышла замуж вроде как смирилась что все ее выдали замуж у нее как бы своя семья она уже как бы не девочка там взрослая женщина и тут такое понимаете это вот этот вопрос как во-первых пережить вот это предательство предательство там брата будущего мужа и тех кто были рядом с ней потому что там тоже кто кое-кто знал про вот эти пристрастия мужа то есть как смириться и смиряться ли вообще с этим тут еще такой вопрос что делать как бы жить не обращая внимание на вот это все просто смириться иметь какие-то отношения на стороне пользоваться таким выгодным браком для нее потому что она может рисовать она может читать писать картины делать все что она хочет гулять по улице ходить там туда куда она хочет то есть жить свою жизнь в принципе ту которую она хотела это вот про то бойтесь своих желаний потому что они могут сбыться и получается так что в принципе она же хотела вот этого всего вот этого всего конечно же не именно так что тут и муж и брат и и вот это все но то что хотела по факту то и получил в какой форме это уже другой вопрос про права женщин тема которая очень мне сейчас интересно я прочитала недавно книгу невидимые женщины кстати подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал я там очень много полезных классных отрывков из книг выставляю с невидимых женщин там мне кажется почти там около ста каких-то вот мини статей которые я выделяла там из книги вот эти отрывочки из например рождения венеры я не нашла каких-то там супер того что я хочу выделить просто легкий классный роман из этого сюжета можно сделать выводы и над этим можно порассуждать в этом интерес конечно же я хочу затронуть тему прав женщин вот это запрет на развитие на рисование и вообще прорыв который сделали женщины вот еще считает 500 лет назад как все было по-другому да еще там век назад все было по-другому с каждым там десятилетиям с каждым годом мы идем вперед я читала по моему через сто с чем-то лет будет достигнуто по статистике полное равноправие чему конечно же мы можем радоваться и в зарплатах и во всем во всем про это подробнее вы можете опять же почитать моем телеграм-канале там полная статистика кто не хочет полную там книгу невидимой женщины читать тоже будет интересно но просто в этой книге описано девочка хочет рисовать у девочки есть талант она этим горит но еще тогда женщины не имели права это делать и это еще раз подчеркивает нам что цените сейчас то что вы имеете что я могу сейчас сесть и заснять видео что вы можете зайти в телефон что вы можете сама выйти погулять на улице без сопровождения своего мужа брата акробата и так далее что вы можете принимать решение делать свою карьеру учиться что вы можете если не захотите вы можете жить всю жизнь холостой понимаете что вы можете делать этот выбор это нужно ценить потому что вот когда я читала вот это мне было так больно за нее я так мне прям слеза подкатывает насколько мне эта тема вот близко насколько я прониклась этим персонажем девочка прячет свои рисунки рисуют у нее нет возможности достать эти краски демонстрировать свои знания свою грамотность там начитанность это же так круто вот сейчас мне кажется не читает книги только ленивые и дизлексики действительно кто просто не может читать или там люди с сдвг я не понимаю может у кого еще зрение может быть плохой хотя у меня тоже плохое но я близко очень хорошо вижу могу даже такие вот буквы какие-то маленькие прочитать но вот просто другие люди я не понимаю как можно там не знакомиться с классикой с другими книгами я не вижу сейчас у нас сейчас есть полная возможность это делать и сейчас это не делать это я не знаю даже как это можно объяснить при возможностях которые сейчас есть ты хочешь ты любую книгу может достать любое произведение достоевский в свободном доступе пожалуйста купил братья карамазовы бесы преступления наказания все что ты хочешь пожалуйста белые ночи зашел на сайт тебе привезли не как раньше когда не мог достать там когда вычитывал там что-то какие-то там передавали из библиотеки брали или там друзей брали там почитать понимаете это все мы не ценим мы не ценим сейчас вот эту свободу которую мы имеем поэтому мне кажется что мы обязаны ценить прорыв феминисток то что для нас сделать что мы можем сейчас так свободно и классно жить и заниматься любимым делом и то что мы хотим это же так классно поэтому больше вот даже вот на такие вот мелочи просто понимать что еще какое-то время назад маленькая девушки не могли это делать и а есть страны в которых девушки до сих пор не могут делать то что они хотят у меня в книге в этой постоянно тревожил момент я вот рассуждала вот если бы я попала в такую ситуацию я бы не знаю развелась сдала мужа и брата пошли в жопу я там заявлю на вас пусть вас там повесят растерзают я не знаю голову оторвут что-то такое вода или там ревновать их вот что-то такое до испытывать какие-то такие чувства или просто смириться сказать окей живем кайфуем пишем картины читаем книги есть библиотека есть классное там собрание картин просто наслаждаемся и живем для себя вот вы напишите в комментариях как бы вы поступили вы бы начали ревновать вы бы их сдали вы бы развелись или бы вы смирились и занимались своим любимым делом учитывая что на тот момент это нельзя делать и что если вы разведете скорее всего вы за какого-то другого более жесткого мужа можете выйти замуж более так сказать близкому патриархальной модели а у них там все-таки было равноправие он считался своей женой вот этот муж кстати очень был грамотный мужик классный который считался с ней там по всем вопросам в общем я считаю что я повезло я бы наверное выбрала жить своей жизнью писать картины развиваться кайфовать жить потому что это тот чего я хотела то есть я не хотела замуж и плюс можно вести личную жизнь такую как ты хочешь то есть в этом ограничение никаких нет поэтому я понимаю что была бы я в такой ситуации я бы приняла решение жить для себя и не обращать на них внимание ну вот это такое решение я бы для себя приняла а какое александра приняла решение читайте эту книжечку и вы узнаете кто читал как вам я хочу ваше мнение или вообще если вы не будете читать то например из моего рассказа как бы вы поступили в такой ситуации а вот если мы зайдем с другой стороны вот девочка себе намечтала ведь уже она уже смирилась тем что она выйдет замуж на себе намечтала что вот так у нее будут дети у него будет муж который вот муж кстати старше ее по моему там я так поняла ему по моему то ли под 50 полтинник ему где-то вот этому мужу вот такое предательство просто знаю меня с моим характером я бы потом не смогла смотреть в глаза не этому брату хотя с другой стороны это брат понятное дело он и себе хорошо сделал и ей хорошо сделал тут понимаете палка двух концов непонятно вот интересно в плане рассуждений а поэтому интересный легкий роман с элементами 18 плюс все сцены первая брачная ночь последующей ночи все очень ярко подробно расписано поэтому кто любит эротические романы пожалуйста вот рождение венеры я могу вам это порекомендовать в общем классная легкая книга ставьте пальчик вверх подписывайтесь на этот канал бейте в колокол для того чтобы быть в курсе всех событий и не терять меня из виду подписывайтесь на мой телеграм-канал там я выставляю музыку треки которые слушаю отрывки из книг сериалы в общем там просто лайфстайл подписывайтесь и конечно же на мой инстаграм все всех целую обнимаю до встречи в моих следующих роликах пока пока